Встреча с Абхазией Встреча с Абхазией Андрей Назаров прибыл с официальным визитом в Абхазию, сообщает пресс-служба главы государства. На Абхазо-российской государственной границе делегацию встретил президент Асламжания. Визит будет проходить с 16 по 17 июля. Стороны обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия. В рамках визита делегация посетит Сухумский и Гудрыбшский районы Каманский монастырь. В ходе рабочей поездки в Восточную Абхазию президент Асламжания проинспектировал строительство винного завода в селе Лабра. В поездке главу государства сопровождали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, глава администрации президента Бессалом Кварча и глава администрации Чемчирского района Беслан Бигвава. Репортаж Рады Чичава. Виноградники в селе Лабра были высажены несколько лет назад. На сегодняшний день цветущие плантации видны издалека. Пейзаж по-настоящему завораживает. Зеленеющая лоза винограда явственно выделяется на фоне голубого неба. Рядом масштабная стройка. Скоро здесь заработает винный завод, ресторан, коттеджи, музей истории виноградства Абхазии, парковая зона. Аслан Бжани осмотрел не только ход работ, активно идущих на территории, но и красочные виноградники. Мерло, Каберне, Марселан и Мальбек и наша Изабелла. Все, вчера были французы, говорит, даже подсказывать что-то сложное, тут ребята молодцы. Это Каберне-Савиньо. Хотя у нас тяжелые условия, дождь и жара. Это пятый год. Он уже полноцборный? Да, уже полноцборный. Перед каждым рядом лосняющейся лозы винограда высажены розы. У столь необычной задумки не только эстетическое предназначение, но и практическое. Как рассказали агрономы, розы – своеобразные предвестники приближающихся заболеваний винограда. Условный индикатор здоровья насаждений. Однако, по словам работников, плантации осматривают ежедневно. И вероятность упустить заболевание лозы исключена. Как рассказал Николай Ачба, вино будет производиться исключительно из собственного винограда. Здесь, на территории в 90 квадратов, выращиваются самые разные сорта. Сроки ввода в эксплуатацию завода – это 1-10 сентября, а ресторана – это уже в ближайшие 3 недели. То есть 1-10 августа. Причем вино будет производиться только из собственного винограда. Вы видите, здесь 90 гектар виноградников. Примерно на это количество, это около 600-700-800 тысяч бутылок, заводы рассчитаны. По словам Николая Ачба, государство получит около 100 миллионов рублей прямыми налогами, что не может не сказаться положительно на экономическом развитии республики. Также Николай Ачба детально поведал президенту о планах строительства винзавода и ресторана. Фотографии на рисунке вы видите, это такой абхазский балкон будет весь. Он уже готов, все. Сейчас строители заканчивают камни выкладывать. А, инкрустированное дерево. Вот это наш, знаете, орнамент абхазский. Вот здесь две лестницы наверх. Значит, туристы приезжают, вот это стоянка, через парк идут, поднимаются наверх. И вот так по балкону, там большие окна, чтобы внутри завода не ходить, оттуда все смотрят. Да, видят процесс. Да, обходят сзади. И вот там есть вход на уровне второго этажа. Трап специальный для них сделан. Они будут проходить уже внутри завода, но поверху, чтобы людям не мешать. И заходят, вот строящийся этот корпус, там музей. Ребята-историки собрали, удивительные, нашли экспонаты, амфоры, старые абхазские предметы, вот именно винодельские и так далее. Очень интересно будет. В инспекции объекта также принимали участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, глава администрации президента Бесолом Кварчия и глава администрации Чемчирского района Беслан Бигвава. Аслан Бжания задал членам делегации ряд вопросов. Расскажите короткую историю этого предприятия. Значит, предприятие начало строиться в юне прошлого года. То есть начало прямо стройки. Но там были сложности с первыми месяцами погодные. Практически можно сказать, что стройка началась в сентябре прошлого года. Основное финансирование идет за счет кредита Российской Федерации. За счет программы льготного кредитования. 6% годовых. 6% годовых. И на этот объект выделено 680 миллионов кредитных денег. И какая-то часть денег будет вложена нами самими, собственных средств. Значит, здесь в общем и целом будет 90 гектаров, уже есть 90 гектаров иноградников, как я говорил, винный завод и ресторан. Ну и зона отдыха. На будущий год планируется построить несколько коттеджей, где люди смогут отдыхать. И по берегу реки будет пляж. Кристина Озган рассказала президенту об открытии линии кредитного финансирования в рамках льготного кредитования от Российской Федерации. Коротко хочу проинформировать, но для всех присутствующих в соответствии с вашими поручениями утвержденной программой социоэкономного развития в 2021 году была проведена работа по открытию кредитной линии финансирования в рамках льготного кредитования в среднем по ставке 6%. На текущий момент заключено сделок на сумму порядка 5,8 миллиардов. Самый первый проект, по которому была заключена сделка, этот объект, который как раз вот уже фактически на стадии завершения. Процесс идет очень активным образом. В целом, если уже по заключенным сделкам считать, у нас будет более 250 рабочих мест создано в рамках этой программы. Проекты предусматриваются в сфере производства, транспортно-логистической сферы и размещения. Министр сельского хозяйства отметил, что данный проект является ярким примером успешной реализации виноделия как направления аграрной сферы государственной экономики. Да, Сан-Георгиевич, это, наверное, и так есть, что это самый крупный проект по линии аграрии сельского хозяйства сегодня в Абхазии путем льготного кредитования и путем инвесторов граждан Абхазии, которые участвуют и осваивают этот проект. Это на восточной стороне будет привлечено, конечно, в сезон до, наверное, 100-100 с лишним человек для сбора урожая и предприятия. А на сегодня, по справке, то уже на штате более 20 человек, наверное, работают, которые по линии, наверное, экономической. И мы знаем, что этот проект будет в этом году запущен. И мы думаем, что будет показатель того, что виноделие – одно из основных профильных направлений именно в аграрии. Как отчитался перед главой государства глава Чемчирского района Беслан-Бегваба, на виноградниках в основном трудоустроены местные жители из близлежащих деревень. Кутол, Лабра. Ну, мне знаете, что хотелось бы отметить, Аслан Георгиевич. Последние, вот, наверное, года два-три у нас уже несколько больших проектов зашли в район. Это и туристические объекты. И вот сегодня, мол, это винзавод строится в проекте, мол, завод. Вот, если таких проектов будет еще несколько, то мы, наконец, наверное, из дотационного перейдем в уже самодостаточную. Аслан Бжаня подчеркнул, что программа льготного кредитования является ярким примером многолетнего успешного сотрудничества и стратегического партнерства с Россией. Не все жители Абхазии знают, что такое программа льготного кредитования. Надо поподробнее об этом говорить. Программа свидетельствует о той поддержке, которую Россия нам оказывает. Под 6% годовых денег нет в самой России. Бизнес в России кредитуется под более высокие ставки. Это было решение президента Путина, и оно успешно реализуется. И я думаю, что мы, конечно же, эту работу доведем до конца. И будем просить руководства России с тем, чтобы расширить эту программу на 2025, 2026, 2027 годы. Видно, что история работает. Большое спасибо вашему коллективу. Вот это и есть настоящий патриотизм. Это и есть обеспечение экономического и оборонного структурного нашей страны. Создавать рабочие места, производить продукцию, экспортно-ориентированную продукцию, привлекать туристов. Из вас очень красиво. Я знаю, что это место будет любимым. Надеюсь, местом притяжения. Да, и самым таким стилем. Надеюсь, Асангельевич, спасибо за поддержку. С первого дня надо сказать, что вы участвуете, помогаете этому проекту. Глава государства остался доволен ходом строительства и планами на развитие проекта. Рада Чачава, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Асангелья принял президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа. Ученый подарил главе государства 8 томов издания «Нарт» и «Абхазский героический эпос». Асангелья поздравил президента Академии наук Абхазии с выходом в свет «Нартского эпоса» и отметил, что это очень важное дело для сохранения истории, языка и фольклора абхазского этноса. Зураб Джапуа поблагодарил президента за приемы и отметил, что материалы собирались на протяжении 40 лет. Он также сообщил, что планирует выпустить еще два тома на русском языке. В администрации президента прошла встреча Аслана Бжане с руководством Министерства просвещения, Госкомитета по языковой политике, руководителями отделов образования городов и районов республики, сотрудниками Института педагогики. Встреча посвящалась использованию современных методик обучения абхазскому языку в детских садах. Президент подчеркнул особую важность обсуждаемой темы и обещал необходимую поддержку специалистам. Первый замминистра просвещения Ада Кварчелия доложила разработанной Министерством совместно со специалистами Института педагогики языковой программы для детских садов. В качестве эксперимента с февраля эта программа была внедрена в детские сады в Гудаутском и Гудрыбшском районах и дала положительные результаты. Новая программа предусматривает обучение языку с использованием игровых элементов, интерактивных методик. Участники совещания высказали ряд предложений по предложенной программе. Аслан Бжания также принял президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России по художественной гимнастике, заслуженного тренера России Ирину Винер. Глава государства отметил, что Ирина Винер вносит весомый вклад в воспитание молодого поколения. Ирина Винер в свою очередь поблагодарила Аслана Бжания за теплый прием. Рад вас приветствовать. Ирина Александровна, знаю, что вы бывали в Абхазии. Вас многое связывает с нашей страной. Ваша личность известна далеко за пределами России. Вас любят в России. Хочу сказать, что вас любят в Абхазии. За ваши труды, за правильное воспитание молодого поколения. Мы вас любим, мы вами гордимся и всегда будем рады вашему приезду к нам в Абхазию. Когда меня просят где-то рассказать, что-нибудь сказать, какой-то тост, у меня всегда один и тот же тост. Когда я нахожусь здесь, я всегда хочу поднять бокал за Абхазию, за эту землю, поцелованную Богом. Потому что я еще совсем молодой, молодым тренером, приезжала сюда и привозила сюда детей. И я хорошо училась в школе. И я знала все эти эпосы греческие. И это золотое руно. И еще много-много тысяч лет назад сюда пришли корабли Ясона. Искать золотое руно. Но думаю, что золотое руно – это вот эта земля. Это климат, это море, это растительность, это аура вот этой земли. Вот это и есть золотое руно. И по прошествии стольких лет я бы много раз была в Ишерах, на этой базе сборной команды Советского Союза. Но всегда у меня была мечта попасть в Петсунду. И вот она осуществилась, эта мечта. Потому что когда я была тогда еще давным-давно, я шла через этот лес, и моя коллега говорила – «Дыши, Малкина, дыши!» Потому что там такой воздух от этих реликтовых сосен. И вот сейчас я снова там, и снова в этом море. И я получаю огромное наслаждение, потому что это действительно необыкновенная земля, которая дает колоссальную энергетику. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами. Подписание протокола состоялось на площадке Кавказского инвестиционного форума проходящего в Грозном. Изменения направлены на создание благоприятных условий для Абхазии в вопросах ценообразования на значительный перечень товаров, поставляемых из Российской Федерации. Речь идет о продовольственных товарах, оборудовании и строительных материалах. Вступление протокола в силу приведет к снижению расходов на таможенное оформление этих товаров при экспорте из России в среднем на 4%. Поздравляем участников с подписанием протокола. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Абхазии на Кавказском инвестиционном форуме. Делегация Абхазии, возглавляемая вице-премьером, министром экономики Кристины Озган, тепло встретила Мишустина в стране души. Озган поблагодарила премьер-министра России за возможность участия в первом Кавказском инвестиционном форуме за поддержку оказываемой республики и пригласила посетить солнечную Абхазию, сообщает пресс-служба Минэкономики. Кристина Озган также отметила, что благодаря помощи Российской Федерации в республике растет заработная оплата. Реализуемые российско-абхазские проекты в ближайшие годы создадут рабочие места для 250 человек. Михаила Мишустина сопровождал глава Чечни Рамзан Кадыров и премьер-министр Республики Узбекистана Абдула Арипов. Экс-генеральный директор госкомпании Абхаз ТОП Авизба Беслан Иванович признан виновным в 8 эпизодах хищения путем присвоения и растраты одного эпизода хищения в форме мошенничества имущества государственной компании на сумму 146 млн 959 тыс. рублей. Сухомским городским судом Авизба приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества. Гражданский иск заявлен из стороной потерпевших удовлетворен частично на сумму 144 млн 172 тыс. рублей. Судом в отношении Авизба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая будет приведена в исполнение по вступлению приговора в законную силу. Министерство юстиции и государственный комитет по репатриации подписали межведомственную программу сотрудничества по вопросам обеспечения реализации права этнических абхазов по восстановлению абхазских фамилий. Документ подписали министр юстиции Андрей Борцец и председатель госкомитета по репатриации Вадим Хараси. 35 лет назад, 15-16 июля, в Сухуме и других районах Абхазии произошли первые грузино-абхазские вооруженные столкновения, ставшие следствием антиабхазской кампании, развернутой грузинскими лидерами. Тогда в результате кровопролития погибли 17 человек, сотни получили ранения. Позже многие участники этих событий были подвергнуты уголовному преследованию и необоснованно осуждены советскими судами за участие в национально-освободительном движении абхазского народа. В истории нашего государства немало дат, повлиявших на судьбу абхазского народа, на его самоопределение, обретение им государственной независимости. 15-16 июля 1989 года в городе Сухум и других районах Абхазии впервые произошли грузино-абхазские столкновения. Этому предшествовал ряд событий, апогеем которого стало распоряжение о создании в АГУ филиала Тбилисского госуниверситета, принятое Верховным советом Грузии 14 мая 1989 года. Ранее, с 6 по 14 мая, чтобы добиться этого, перед зданием нынешнего государственного русского театра драмы студенты грузинского сектора АГУ устроили сидячую забастовку. В Сухуми ежедневно собиралось до 5000 человек грузинского населения, которые поддерживали бастующих. Приезжали также их единомышленники из Тбилиси. По всей стране проходили многочисленные митинги грузин, на которых не скрывались антиабхазские настроения. Абхазы понимали, с какой целью проводились все эти акции. 15 мая представители абхазского народа собрались на площади Ленина. Туда вынуждено было прийти и тогдашнее руководство Абхазии. На этом митинге руководство республики заявило, что открытие филиала Тбилисского госуниверситета ВАГУ носит временный характер. Однако ситуация обострилась в середине июня 1989 года, после того, как стало известно о начале приема документов на поступление в Сухумский филиал Тбилисского государственного университета. Соответственно, это привело к адекватным действиям со стороны абхазов. 22 июня в Госфилармонии началась сидячая забастовка, участники которой требовали прибытия из Москвы к комиссии Верховного Совета СССР. Комиссия прибыла 3 июля и акция прекратилась. Постараемся объективно разобраться, доложить Верховному Совету. Видимо, будем слушать, я как председатель комиссии буду настаивать, чтобы на комиссии по национальной политике, межнациональным отношениям в Верховном Совете заслушали мы при руководстве Республики Грузии и Абхазии по этим наболевшим вопросам. Я думаю, что на этом работа не остановится. Депутатская комиссия после изучения документов, многочисленных встреч и бесед уехала 10 июля. Подготовленное ею заключение о нецелесообразности разделения АГО по национальному признаку было опубликовано в республиканских газетах на абхазском и русском языках, обснула общесоветская Абхазия. Республиканская газета на грузинском языке с обчета Абхазити решила напечатать его текст, но с комментарием руководства ТГУ, где говорилось, что заключение комиссии не имеет юридической силы и прием документов от абитуриентов продолжается. В воскресенье 16 июля в помещении Сухумской первой грузинской средней школы, несмотря ни на что, планировалось начать приемные экзамены в филиал ТГУ. Обстановка накалялась уже не с каждым днем, а с каждым часом. То тут, то там, в центре города вспыхивали локальные потасовки с применением всего, что попадало под руку. Абхазы численностью около 5000 человек постепенно собирались на площади Ленина. Среди них было много женщин. Примерно в 21 час 30 минут на них со стороны улицы Чавчавадзе последовало нападение до тысячи оголенных по пояс, чтобы не перепутать своих с чужими грузин. Впереди ехало два КамАЗа с молодыми людьми, которые скандировали Саккарт-Вэлло. Начало появляться огнестрельное оружие. Всю ночь по городу слышалась стрельба. Столкновений не удалось избежать. Были и жертвы. 17 человек погибли. 448 получили ранения. К нам 50 человек. Из них мы госпитализировали 19. 10 человек были у нас пострадавшие с травовым ранением. Области в основном головы, верхней половины тыловища. 9 с ушибленными ранами. Всем им была оказана помощь, адекватная медицинская помощь. Отказов ни одного не было. И, в общем-то, все обошлось у нас по медицинской части. Все было получено. Жертв могло быть гораздо больше. Крайне напряженная ситуация сложилась в ту ночь в Ачамчире. Тысячи жителей Западной Грузии и Галского района Абхазии, а к утру их было до 30 тысяч, попытались прорваться на помощь своим всухом. Но заблаговременно оповещенное руководство РОВД перекрыло заслоном из десятков автомобилей мост через реку Алсга и организовало оборону. Около часу двух дня, 16 июля, к мосту из Сухумского аэропорта прибыла группа десантников под командованием генерал-полковника Шаталина, после чего, пытавшиеся прорваться, отступили. Введение в Абхазии особого режима поведения граждан, меры, предпринятые командованием внутренних войск СССР, позволили потушить на тот момент пожар конфликта. События 15-16 июля 1989 года дали импульс для консолидации народов Северного Кавказа и Абхазии. Активизировалась работа по объединению прогрессивных сил. 25-26 августа 1989 года в Сухуме состоялся первый съезд Ассамблеи горских народов Кавказа. Громче стал звучать голос Народного форума Абхазии Айдгалара. За рулем только трезвые МВД продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению злостных нарушителей лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет объединения. Далее оперативная съемка МВД. Сотрудниками госавтоинспекции в ходе специальных мероприятий выявлены злостные нарушители. Лица без права управления автотранспортом, нетрезвые водители, а также те, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Эксузян Горгий Воркович, 1989 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Адыш Басаид Автандилович, 1990 года рождения, проживающий в городе Гудаута, пребывал за рулем в алкогольном опьянении. Кецба Дмитрий Валикович, 1976 года рождения, житель Сухумского района, в алкогольном опьянении. Кварчия Тимура Миранович, 1993 года рождения, житель города Сухум в алкогольном опьянении. Каджая Отари Рафович, 1963 года рождения, житель города Сухум в алкогольном опьянении. Головаш Василий Александрович, 1975 года рождения, житель города Омск, в алкогольном опьянении. Айзятов Антон Равилевич, 1987 года рождения, житель Самарской области, в алкогольном опьянении. Южева Анна Анатольевна, 1977 года рождения, жительница республики Коми, в алкогольном опьянении. Манукян Саркис Варданович, 1998 года рождения, проживающий в городе Гагра, в алкогольном опьянении. Потапов Виктор Андреевич, 2000 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гагулия Юрий Алексеевич, 1993 года рождения, житель города Гудаута, в алкогольном опьянении. Турченков Виктор Владимирович, 1991 года рождения, житель города Уфа, в алкогольном опьянении. Сакани Аслан Родионович, 1981 года рождения, житель города Ачимчиро, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Пертая Габриэль Тристанович, 1978 года рождения, проживающий в городе Ткуарчал, за рулем в алкогольном опьянении. Хитроб Алексей Вячеславович, 1982 года рождения, житель Воронежской области, в алкогольном опьянении. Адли Балхас Султанович, 1988 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гвинджи Мизан Жоржевич, 1965 года рождения, житель города Сухом, за рулем в наркотическом опьянении без водительского удостоверения. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. МЧС Абхазия обращается к гражданам с призывом проявлять усиленную бдительность в зонах активного отдыха. Особенно в горной местности соблюдать правила противопожарной безопасности при разведении костров. Установившаяся крайне засушливая погода и высокий температурный уровень резко повысили риски возникновения природных пожаров и возгораний. МЧС Республики предупреждает граждан, главы администрации, районов, городов и сельских поселений о необходимости усиления мер противопожарной безопасности. В этой связи следует в кратчайшие сроки провести мониторинг первичных средств пожаротушения, наличие и состояние резервуаров с водой, а также сельскохозяйственной техники, которую необходимо будет задействовать при возникновении пожара на сельхозугодиях. Под гостеприимным небом Абхазии торжественно открылся 22-й музыкальный фестиваль. Хибла Герзмава приглашает. Произведения великих композиторов и народные песни не оставили равнодушными зрителей. Впервые на сцену фестиваля вышел симфонический оркестр Мариинского театра. Послушать народную артистку Абхазии и России, а также приглашенных именитых звезд, пришли жители и гости республики. О концерте, а главное эмоциях, которые он подарил зрителям в репортаже Зина Ханагуа. Атмосфера праздничного чуда путала площадь перед Абхазским драмтеатром. Здесь через пару секунд откроется знаменитый фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Театральная площадь заполнена зрителями. Люди с нетерпением ждут, когда оперная дива выйдет на сцену. Ведь музыкальный фестиваль – это настоящий праздник для всех любителей классической музыки. Появление на сцене «Хибла Герзмава» и симфонического оркестра Мариинского театра сопровождается бурными аплодисментами. Каждый приезд оперной певицы на родину подобно настоящей феерии. А 22-й музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» стал новой страницей в летописи фестиваля, наполняющей зрителей радостью и вдохновением. На телевизоре я видел. Мне нравится просто, как она поет. Это очень красиво. Всех своих троих сыновей-подростков привела сюда на концерт, чтобы они тоже вживую послушали участников фестиваля и саму «Хибулу» ее голос прекрасный. Сегодня с нетерпением жду «Хибулу» услышать ее голос и насладиться ее творчеством вживую. Меня привлекает очень ее органичность. Голос, внешность, харизма, взгляд – это просто что-то невеликолепное. Это просто как будто бы все лучшее собрали и вложили в одну женщину. Концертную программу открыло видеообращение маэстро Валерия Георгиева, который планировал принять участие в галоконцерте, но не смог приехать из-за сильной простуды. Мне очень жаль, что в этот раз не получилось наше сотрудничество. Тут также сказать, что Сергей Васильевич Багапш, тогдашний глава, президент Абхазии, был хорошим другом моим. Мне кажется, это замечательный сын своей земли, сын своего народа. Нам его очень хватает. Мы очень тяжело, остро переживали его слишком прежевременный уход. Участников фестиваля Хибла Герзмава приглашает, приветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. В приветственном адресе, который зачитал посол России в Абхазии Михаил Шургалин, отмечается, что данный форум расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь Абхазии, России и ряда зарубежных государств. Центром нынешнего музыкального праздника вновь станет столица Абхазии, гостеприимный Сухум. На его сценических площадках и в концертных залах выступят солисты знаменитых оперных театров, талантливые исполнители, дирижеры, прославленные симфонические оркестры, известные джазовые коллективы. Все они давние друзья основательницы фестиваля народной артистки России Хибла Герзмава. Уверен, что форум пройдет на высоком уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления, будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. Хибла Герзмава – настоящая Примадонна оперной сцены. Яркая и харизматичная, она одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях. Признанная оперная дива поражает слушателей не только образцовой техникой исполнения и неповторимым тембром, ее отличает выдающаяся актерская игра и продуманность каждого образа. Хибла Герзмава – настоящая икона стиля, а ее имя на афише – гарантия аншлага в любой стране. Влюбленная в музыку, она одна из самых востребованных певиц нашего времени. Выдающийся музыкант и талантливая актриса. Хибла Герзмава обладает безошибочной интуицией и способна выполнить любую режиссерскую задачу. Звучит музыка. Из года в год я с трепетом жду новой встречи с вами здесь на берегу Черного моря, где когда-то в память о моих родителях мы придумали этот летний праздник музыки. Наша Абхазия захватывающе красива. Служить великую музыку на этой земле для меня – счастье и душевная потребность. Я скромно надеюсь, что и вам, мои дорогие друзья, фестиваль дарит вдохновение и радость. Я хочу поблагодарить тех, без кого этот праздник не смог бы состояться. Сегодняшний концерт мы посвящаем памяти человека, чей вклад в процветание Абхазии настолько велик, что наши дети и внуки будут вспоминать его с благодарностью. Это Сергей Васильевич Багауш. Среди зрителей – поклонники творчества Хиблы Герзмава, к которым без преувеличения можно причислить практически всех жителей республики. Я знаю, что это одна из величайших оперных певиц в нашем времени, поэтому, конечно, очень было приятно вот здесь, именно в Абхазии, на ее родине ее услышать. Очень открытый человек, поэтому приятно смотреть ее концерт. Она начала эту затею, ну и продолжает до сих пор, уже 22 года. На галовечере, который дал торжественный старт фестивалю, перед публикой в сопровождении оркестра выступили Хибла Герзмава, солисты оперы Мариинского театра Ильдар Абдорозаков, Сергей Скороходов, обладательница Гранд-при 17-го международного конкурса имени Чайковского, Зинаида Царенко, лауреаты международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, Хиблы Герзмава Вячеслав Васильев и Катерина Савенкова. Они исполнили арии, дуэты, куплеты из знаменитых русских, французских и итальянских опер. Конечно же, красота ее голоса, сила ее голоса. И она сама как личность. Я подписывала на нее, она мне очень нравится. Она замечательная. Успехов ей. Очень шикарная. Впервые. Очень интересная. Очень прекрасные голоса. Рада попасть сюда. Совместила с отдыхом. Скажу сразу, что фестиваль великолепный. Это непередаваемая буря эмоций. Я все это слушаю на одном дыхании. Раньше я была на ее концертах на стадионе. И это ее финальная песня. Абхадия моя. Это что-то просто непередаваемое. Это такая буря эмоций. Я очень жду этой песни. И, конечно же, весь этот фестиваль – это большой подарок. Спасибо большое ей и всей ее команде. Это очень здорово. Что касается публики, то несмотря на дождь, Сухум в прямом смысле не хотел расходиться по домам. «Одушевленные, веселые и растроганные в этот вечер. Люди не сдерживали эмоции. Если мой народ под дождем, то и я спою под дождем», – сказала оперная дива и спустилась со сцены к зрителям. Публика также горячо приветствовала присвоение Ильдару Абдеразакову звание народного артиста Абхазии, о котором зрителям объявили со сцены. Позже все артисты вместе исполнили известную песню «Подмосковные вечера». «Подмосковные вечера» Финальным аккордом стал салют. Его запускали под песню «Абхазия моя», которая была написана Максимом Фадеевым специально для Хиблы Гирзмава к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. «Абхазия моя» послышалась со сцены, и публика подхватила песню, в которой каждая строчка – признание в любви к родине. Бесконечные овации – так зрители провожали всеми любимую Хиблу Гирзмава. Шазина Ханагуа, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. 20 июля в Питсунзе в одном из древнейших храмов Абхазии состоится продолжение концерта 22-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». В нем выступит сама оперная певица и ее талантливые ученицы Вероника Андрейченко, Мария Лупарева, Лада Меркульева, Валентина Химич и Вероника Хорошева. В концерте также примет участие заслуженная артистка Абхазии, пианистка Екатерина Ганелина. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 17 июля на территории Абхазии ожидается пременная облачность, местами поздним вечером дождь, гроза, высокий уровень ультрафиолета. Температура воздуха ночью 20-25, днем 29-34 градуса, температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова